ребят всем привет продолжаем играть ведьмака 3 сейчас я нахожусь на острова скельге я пыталась выиграть этого мужчину кузнеца в гвинт но я что-то подустала и поэтому не особо старалась потом решил бросить это дело подумал следующий раз буду записываться и сыграю с ним сейчас я пока наверное не хочу играть гвинт когда мы будем проходить здесь следующий раз наверняка и к нему еще вернусь кузнец человек нужный в игре ведьмак поэтому я думаю что в следующий раз и сыграем в гвинт если я забуду я вернусь в навиград я буду там проходить квесты и действительно я хочу пройти с лютиком и дальше продолжить поиски цириллы там сейчас я только выполню задание с ландертом и вернусь туда да и наши обычаи приблуда мне нравится этот дом очень уютный каменный отделка из дерева очень уютно не такой бедный дом вполне себе уютно очень даже хорошо люди живут кажется что еще нужно спальня так а где у них кухня может на улице а вот здесь вот они значит готовят все есть хорошо так две зоны отделенные есть они спят такой закуток столовая я не обедают и готовят здесь у них какие-то запасы как прихожая какая музычка приятная люблю такую музыку и в стиле кельтской музыки тоже слушаю есть один композитор современный он кельтскую музыку пишет и у него очень много саундтреков для игры для фильмов дэвид аркинстон что ли как там его зовут да прибудет с тобой сейчас могу ошибиться он по-моему даже пару треков и для властелина колец что-то для тебя это чародейка еннифер да потому что не воника они до дэвид аркинстон и еще есть один композитор я люблю его музыку еще у меня много разных любимых исполнителей композиторов нагло и классическую музыку люблю послушать разное по настроению здравствуйте славный белый волк с огромной душой мужчина снова какой-то хворый друидом прибыл с конечной душой когда говорят с душой ребенка про геральта хотят показывать его как будто бы со слабой стороны то что вот как он себя ведет с еннифер я низ для этого тогда объяснял там была другая ситуация но чистая душа ребенка намного сильнее души взрослого человека замороченного своими очень важными делами человек который уходит уже от своей мечты и от своего естества закрывается в страхах каких-то ограничениях и если ребенка не ограничивать отдать волю и поддерживать его индивидуальность развивать до семи лет если никак не действовать противоположную сторону психики ребенка все эти дети они на самом деле все вы были поголовно гениями еще конечно если бы среда этому способствовала и в школах совершенно по-другому их обучали и мальчики и девочки и должны быть разумнее своих родителей как я считаю поэтому когда я говорю что геральта чистая душа ребенка я говорю о его силе я вижу что он не утерял ту чистоту что у теряли многие из людей он видит красоту этого мира он первую очередь скорее всего ведьмак и в первую и во вторую очередь он человек и мужчина и он видит и важность природы в жизни человека и в то же время понимать что он не только дух но на тело поэтому старается сохранить и то и другое также как говорится ему все ошибки ему не чужды как любому человеку и в принципе благодаря им мы становимся еще лучше если извлекаем из этого урока как я не один раз говорила поэтому я чтобы было понятно я акцентирую на хорошую сторону геральта в этом смысле есть вот так история да прибудет с тобой про Бабка рассказывала, что вы на богов пулу возводите. Ты ведьма, верно? Ты так и будешь тут шататься и цепляться ко всем? А вы ко мне потом цепляетесь, ждете, когда ведьмак в деревню заглянет, решит ваши проблемы, защитит вас от монстров, и вы будете спокойно дальше заниматься своими повседневными делами. Вот это галантный кавалер. Не то, что мой олух Свен. Ну это, кстати, я согласна с тем, что вот она своего мужчину ругает. Плохо, что на людях, например, сейчас вот бубнить себе под нос. И даже если она про себя это говорит, все равно это сказывается на мужчине. Если уж говорить о женской силе, то действительно, чем лучше женщина говорит о своем мужчине, во-первых, его это вдохновляет. Не так, что с первого раза он пошел и сразу сделал там, не знаю, ну что сам хочет, чего раньше не мог, например, да? А действительно, эта женская энергия, она очень сильно поддерживает мужчину. И как она может его словом уничтожить, так может его и защитить в своем роде. Поэтому странно, да, когда люди, что мужчины про своих жен говорят плохо, что женщины про своих мужчин. Они же женились друг на друге и по какой-то причине выбрали друг друга. Так неужели ж ты тогда, если твой мужчина, как она лучше назвала, болва, значит ты тоже оболваненная, значит ты тоже такая же. Если мужчина и женщина заключают союз, они становятся единым целым, значит если женщина твоя какая-то плохая, как бы ты ее не называл, значит ты человек, который выбрал такую женщину, значит ты ее стоишь и с другой стороны. Если женщина критикует своего мужчину, говорит, что он полухгалбец или как она его там называет, значит она тоже стоит этого мужчины, значит она не лучше его. Всегда со стороны кажется, что кто-то где-то лучше, что где-то трава зеленее, да, как говорится. А вы выберите человека, с которым захочется становиться лучше, друг друга поддерживать и вдохновлять, в этом же и есть семейные взаимоотношения, смысл семьи. Когда вы семья друг для друга, независимо от того, есть у вас дом или нет. Вот что такое семейные взаимоотношения? Это поддержка. И каждый поддерживает так, как для него естественно в природе вещей. Поэтому сначала нужно себя взрастить, как человека, чтобы стать человеком. И мужчине, и женщине. Женщине сохранить в себе человечность, мужчине не растерять ее. И после этого уже задумывать о том, что они могут друг друга стоить и соединиться в какой-то союз уж какой. И как они это понимают, это же дело индивидуальное. Не нужно ни на кого смотреть. Вы будете счастливы только тогда, когда будете следовать пути своей души. Как вы видите счастливую жизнь. Когда у вас душа отзывается. Когда при мысли об этом вы счастливы, искренне, настоящему. Подлинно. Так же, как в детстве, когда вас обнимала мама или папа, вас хвалила за какие-то заслуги. Вот именно это чувство подлинное, когда возникает у вас, значит, действительно так и необходимо следовать пути в своей жизни. Так есть три, конечно, составляющие. Одна придерживается природе вещей, но это все равно правило. Они помогают, кстати, людям, которые еще не знают, как им выйти на свой путь, сохранить достоинство и человечность в себе. И вторая, это относиться друг к другу непредвзято и идти путем, который вы считаете правильным. Не обращая внимания ни на кого. Мне понравилась фраза, которую я услышала недавно. Это как раз-таки относится к человеку, который идет своим путем. Это так же, как лидер. Он никогда не обращает внимания на то, что со стороны. На то, что где-то или за спиной ему говорят. Он всегда придерживается тому, что находится у него в сердце. И только когда он прислушивается к тому, что у него внутри, что есть его суть, когда он поймет, кто он, он никогда не собьется с пути. То же самое касается жизни и всего, чего бы вы не хотели достичь или видеть в своей жизни. Это все находится у вас в сердце. Но для того, чтобы мы не потерялись, кто-то более целостный. Кому-то нужно встретить какого-то человека, чтобы вместе стать сильнее. В этом нет ничего плохого. Каждого человека свой путь. Очень редко, практически невозможно человеку достичь каких-то глобальных высот в одиночку. Поэтому взаимопомощь и единство это благость на самом деле. И если есть люди, которые могут вам помочь, это наоборот счастье от того, что вы не можете справиться в одиночку. От того, что есть люди, которые могут вместе с вами идти к какой-то цели. Что-то я опять заболталась. Ладно, мы с вами продолжаем играть. Я ведь продала то, что хотела. Не стала продавать этот меч, хотя он в принципе мне не нужен. И 75% дополнительный урон при критическом ударе, по-моему, у меня был уже такой меч. Я никак не наливуюсь. Есть пепельная руна. Вот это вот я прокачала. Как здесь красиво. Куда-то мы с вами поднимаемся на коне. Дождь идет, погода испортилась. Но все равно красиво. Не торопись. Отдохни. Лесопилка. Что тут у нас такое? Там гарпи, что ли, летают? Белый заяц. Похоже, да, на то? Там есть подъем наверх, но мы с вами не сбиваемся с пути, идем дальше. Я сейчас медленным шагом иду, рассматриваю просто красоты, которые здесь. Потому что мы в жизни куда-то бежим из-за этой суеты не обращаем внимания вообще. Что такое жизнь? Что такое жизнь? Жизнь каждую секунду происходит. Как в фильме. Там циклов. В фильме. В фильме воин. Мирный воин. Так и в играх многие, у кого современные компьютеры с ультра настройками, самые последние игры играют. Они такой скоростью, они просто это делают для, ну, кто-то для бизнеса, кто-то для... Ну, так же любят, но это все равно перерастает в работу и поэтому... Что там такое? Не обращает внимание уже ни на что. А что там у меня с плотвой? Плотва. Такого испугалась козочек. Там, по-моему, были волки. Каким я мечом-то бью? Урон холодом? Белый волк. Белый волк. Белый волк. Надоело эта интоксикация. Мне. что это такое этот роль там рычит мужик убитый кто-то это меня увидел по-моему но я не буду к нему близко подходить может волки там между собой тоже с ним дерутся так что это просто потихонечку прокачиваюсь конечно не в ту сторону и до красивого острова и без дождя я думаю что он еще прекраснее но что козья шкура поселение еще одно а вот как раз нам сюда-то и надо а если бы он был не на коне он бы не слез да то есть классно сделали если действительно так заставки он слез коня чего надо я ищу команда зачем дело есть в это время он обычно молится в часовне на пригорке если хочешь купить рабов придется подождать пока он закончит что с ламбертон сейчас я приду позже значит я вернусь позже сейчас я поговорю с ним как же найти алтарь сейчас секундочку так подождите что с ламбертон то найти алтарь у которого молится хама итак оказалось что ламберт ищет виноватых виновных смерти своего друга айдена и ведьмака из школы кота ламберт узнал что этот товарищ был зверски убит наемными убийцами возглавлял которых некий пара трамта улер герат решил повышать ламбертон я не твою начали рассматривать клубок значит это там где-то тут понятно алтарь на и тел то а нас просто к не пропустит если мы чужую территорию зайдем они очень сильно расстроиться и дома давайте попробуем по честному справедливому пойти почему я чет не поняла почему так это наверно потому что я на территорию зашла до перемотаю игру а и и